Музыка Будучи в пятом классе, к нам пришел театральный педагог Михаил Виктор Николаевич, который сегодня преподает в Самарском институте культуры, который раньше была Академия культуры. Я занимался тогда дзюдо, футболом и настольным теннисом и какого-то энтузиазма не проявил к приходу Виктора Николаевича. А он занимался кукольным театром, но к нам в школу пришел ставить драматический спектакль с детьми пятого класса. Было очень много желающих классных руководителей завладеть этим мужчиной, но завладела наша классуха, классная руководительница. И таким образом, потихоньку-полегоньку я втянулся в эту творческую деятельность. И первым спектаклем моим был непрофессиональным «Буратино», где я играл небезызвестного Буратино. Потом мы ездили с этим театром на фестивали международные, всероссийские, становились лауреатами разных премий. Получается, с пятого класса я вот влился. Сердце не прикажет, как говорят. Видимо, мой рассудок и мой мозг говорили мне, что это должен заниматься спортом и физическими какими-то активными делами. Но душа и сердце подсказали по-другому, я не мог от этого отвязаться. Я несколько раз хотел бросить заниматься театром, но мне снились во сне куклы, которыми мы тогда занимались. И в один из вечеров я прилег спать, думал, что все, завтра я пойду прощаться с образцовым театром нашим кукольным. Мне приснилась моя кукла Сильвер Джон. И после этого я понял, что это, вероятно, мое. Сомнений больше не было, больших. И после, конечно, окончания школы я подал документы в нашу Самарскую государственную академию культуры и искусств, и меня взяли. Но так как в Ворстовом театре у нас были и кукольные театры, и драматические, ну, с выходом персонажа на сцену, поэтому разницы особой я не почувствовал, потому что мы занимались уже и до этого этим. Вот такая большая была фундаментальная подготовка, может быть, к поступлению в академию. Но на самом деле, нечасто, вероятно, так бывает, что ты по себе представляешь то, и на самом деле это происходит. Конечно, когда я учился в академии, я представлял себе немного иную форму моего внутреннего ощущения, когда я выйду на сцену, примерно на первый поклон. Первая профессиональная роль моя была на четвертом курсе. Антулий Иванович Болтов, замечательный режиссер, который тогда работал и в Самарте, после он работал в Бугарусланском театре драматическом, пригласил меня на роль Папа в спектакле «Поминальная молитва» Горина. Это мой был дебют, так скажем, первый. И ощущения от этого были, конечно, непередаваемые. Конечно, и зажимы, и волнения, и 250 ударов в минуту. Но он был такой замечательный. Но сейчас есть заслуженный артист Российской Федерации, Сергей Александрович Захаров, который мне помог, подбодрил. И получился неплохой дебют на профессиональной сцене, в камерной сцене. А в Самарской площади первая моя роль была роль Виктора, Семена Лобозерова, семейный портрет с посторонним. И были репетиции, естественно. Я был только-только выпустившийся из Академии птенцом, неоперившимся еще до конца. И Евгений Борисович проводил со мной работу. Ну, что-то, видимо, разглядел еще, когда ходил к нам на выпускные экзамены. И очень сложные. Одновременно и радость, и какой-то трепет, и, конечно же, страх за то, что ты что-то... Ну, как обычно, что ты что-то забудешь, что-то не скажешь. Но какая-то внутренняя природа актерская все это перебарывает в тот момент, когда ты делаешь шаг на сцену в спектакль. Субтитры создавал DimaTorzok